В эфире программа «Право знать». Меня зовут Елена Григорьева. Здравствуйте. Правила дорожного движения, как и другие нормативные своды, постоянно меняются и совершенствуются. На основе рекомендаций Министерства внутренних дел или других исполнительных органов, законодатели стараются обеспечивать безопасность на дорогах и водителей, и пешеходов. О последних нововведениях мы расскажем сегодня. Но начнем с традиционного обзора новостей о деятельности региональной прокуратуры. 26 апреля Акуловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Армения Норика Григоряна. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В ноябре прошлого года Григорян, работая машинистом экскаватора при строительстве трассы М-11, с нарушением техники безопасности привел в действие рычаг гидравлической системы. Стрела экскаватора была приведена в действие и ударила ковшом по голове одного из рабочих. От полученных травм мужчина скончался по дороге в больницу. Вину в совершении преступления подсудимый признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 500 тысяч рублей. Прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следствия о возбуждении уголовного дела в отношении 48-летнего новгородца. Он подозревается в даче взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Днем 25 апреля машину подозреваемого остановил сотрудник ГИБДД и выяснил, что водитель лишен права управления транспортом. Новгородец же попросил не составлять в отношении него протокол за вознаграждение и передал инспектору 10 тысяч рублей. Об этом полицейский сообщил в правоохранительные органы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города. 25 апреля прокурор Великого Новгорода Александр Авдеев провел прием граждан в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. На прием к прокурору обратились 16 человек по вопросам порядка оплаты услуг ЖКХ, неисполнение судебного решения, несогласие с действиями судебных приставов, обжалование решения об отказе в возбуждении уголовного дела и другим. Троим гражданам были даны разъяснения действующего законодательства. По остальным обращениям будут проведены проверки и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. Каждый водитель, начиная с середины марта этого года, должен иметь в автомобиле специальный жилет со светоотражающими полосами. Носить их постоянно не нужно, но при остановке машины вне населенных пунктов в темное время суток, такая жилетка должна быть на водителе в обязательном порядке. Об этом и других изменениях подробнее расскажет Елена Казакова. В этом году к вступлению в силу новых правил должны были подготовиться в первую очередь перевозчики, на автобусах которых ездят маленькие пассажиры. Новые правила перевозки детей были приняты еще в 2013, но срок вступления их в силу уже неоднократно переносился. Сначала в датах был обозначен 2015 год, потом лето 2017, далее уже июль нынешнего, но и на этом сдвиги не прекратились. В апреле в проекты нововведений вновь внесли изменения. В итоге в 2018 правила, разработанные Минтрансом, начнут действовать только для маршрутов, расположенных в Ленинградской и Московской областях. Во всех остальных субъектах новые требования станут применять только со следующего года. Организованная перевозка групп детей должна производиться в автобусах, которые предназначены для перевозки пассажиров и срок эксплуатации которых не должен превышать 10 лет. Кроме этого, эти автобусы должны быть оснащены тахографами и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС либо ГЛОНАСС-ГПС. Зато уже сейчас внимательнее к перевозке детей должны относиться владельцы легковых и грузовых автомобилей, если не хотят нарваться на штрафные санкции. В прошлом году в правилах дорожного движения было закреплено, что перевозка малышей до 7 лет должна проводиться исключительно с помощью специального удерживающего устройства. Чуть проще обстоит дело с детками в возрасте от 7 до 12. Родителям уже не обязательно возить их в креслах. Можно обойтись ремнями безопасности. Но только если ребенок занимает заднее сидение автомобиля. На передней без удерживающего оборудования перевозить несовершеннолетнего пассажира строго запрещено. В 2017 году введен и в настоящее время действует запрет на оставление ребенка младше 7 лет одного в машине. То есть с ним должно находиться лицо, которое достигло 18-летнего возраста. Запрещается в том числе нахождение данного ребенка в автомобиле с детьми более старшего возраста. То есть ребенок должен вместе с родителями покинуть данный автомобиль. Но весной дети, впрочем, как и многие взрослые, потихоньку начинают переходить на альтернативные виды транспорта. Самый популярный из них, конечно, велосипед. Так что не стоит забывать и о правилах перевозки детей на велосипедах в качестве пассажиров. Возить малышей, например, на руле и раме запрещено. Для этих целей должно быть предусмотрено специальное пассажирское место. Также запрещено перевозить на велотранспорте большие грузы, габариты которых превышают полметра. Что же касается правил самой езды на велосипеде, то проще всего составлять маршруты тем, кто уже отметил 14-летие. Ведь они, согласно правилам, могут использовать для передвижения и велодорожки, и велопешеходные пути, а также двигаться по проезжей части в границах специальной полосы, отведенной для велосипедов. Если же таковых нет, разрешается пользоваться правой частью дороги или ехать по обочине. При этом, если данное лицо сопровождает ребенка младше 14 лет на велосипеде, либо перевозит на велосипеде ребенка младше 7 лет, то им запрещается движение по дорогам и обочине. В данном случае они могут, в случае отсутствия велосипедной и велопешеходной дорожки, двигаться по пешеходной дорожке. Такое же требование распространяется и на лиц, которые достигли 7-летнего возраста, но не достигли 14-летнего возраста. Даже, казалось бы, универсальная велодорожка на самом деле открыта далеко не для всех любителей железных двухколесных коней. Совсем маленьким велосипедистам двигаться по ней запрещено. Детям до 7 лет можно кататься только по тротуарам или велопешеходным путям. И особенно аккуратно всем, независимо от возраста, нужно следовать при пересечении проезжей части. Не забывайте, что перед пешеходным переходом велосипедисты обязаны спешиваться. В данном случае, с учетом установленных требований, они создают угрозу безопасности дорожного движения для других участников этого движения. И вводят в заблуждение в случае выезда их на проезжую часть в районе пешеходного перехода водителей транспортных средств, потому что те не совсем понимают, какой маневр они должны совершить. А начиная с 28 апреля водителям автотранспорта приходится привыкать и к новым правилам маневров на перекрестках. Теперь участки пересечения дорог обозначаются иначе. У нас вводится новая разметка желтая на перекрестке и новый знак, предупреждающий о том, что водитель приближается к перекрестку. Новыми правилами установлено, что если водитель подъехал к перекрестку и на нем образовался затор, и в случае выезда его автомобиля он также будет вынужден остановиться, он не должен выезжать на этот перекресток, потому что он создаст помеху поперечному движению. Выезд на перекресток в таких ситуациях будет считаться административным правонарушением. Фиксировать их будут в том числе с помощью камер фото и видеофиксации. И уже больше месяца для автомобилистов действуют новые правила при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях ограниченной видимости. Водители должны иметь при себе светоотражающие жилеты или жилеты-накидки. Только в них разрешается покидать автомобиль, если вы, например, в ночное время остановились на трассе. Может ли водитель производить видеосъемку при осмотре документов и машины сотрудникам полиции? И как получить новые права после их лишения? На очереди наша постоянная рубрика «Разъяснение законодательства». Моего мужа лишили водительских прав в 2016 году на полтора года, но сами права остались у него на руках. Выдадут ли ему новые права после сдачи экзамена? Возврат водительского удостоверения лицу тому, кто лишился прав в качестве административного или уголовного наказания, производится после проверки знаний правил дорожного движения в подразделении ГИБДД. Проверка проводится по истечении не менее половины срока лишения права. Лицо, не прошедшее проверку, может пройти ее повторно, не ранее, чем через 7 дней. При этом в случае уклонения от сдачи удостоверения срок лишения прав прерывается. В вашем случае отчет полутора лет начинается только после сдачи документа на право управления транспортом или подачи заявления о его утрате в ГИБДД. Имеет ли право сотрудник ГИБДД запретить водителю осуществлять фото- и видеосъемку осмотра автомобиля и документов? На каких основаниях может быть сделан такой запрет? Административный регламент не содержит нормы, согласно которой сотрудник ГОСАА может препятствовать водителю использовать записывающую аппаратуру, если это не запрещено на законодательном уровне. А на основании Конституции автовладелец имеет право на съемку инспектора, его действий, на поиск, получение, передачу и распространение информации каким-либо законным методом. Запрет может действовать только в случае, если нужно защитить государственную или охраняемую законом тайну, либо защитить права гражданина или общественного объединения, осуществить оперативно-розыскные мероприятия, либо рассмотреть дело об административном правонарушении. На сегодня все. Мы увидимся в следующую среду в 20.55 на новгородском телевидении. Берегите себя и не позволяйте никому безнаказанно нарушать ваши права. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok